На самом деле об образовании в Европе я узнала еще в старших классах. Решение я принимала вместе с семьей, обдумывали несколько европейских стран. Но решили остановиться на Чешской Республике, потому что я посоветовала с своими учителями в школе. Выборами довольно на 100%. Помощь организаторов колоссальная. То есть, если я задаю какие-то вопросы, мне отвечают совершенно на все. Я считаю то, что знания чешского языка у меня уже достаточно хорошие. Конечно, года мало на изучении языка, но, в принципе, достаточно для уровня B1. Преподавателя зовут Пани Катаржина. Проводится занятие достаточно активно. То есть, помимо базы грамматики, мы также занимаемся и активной деятельностью. Да, нострификацию получила. Процесс был весьма сложным. Но Татьяна помогала во всех вопросах. Вся документация, в принципе, как общаться с учителями, какого переводчика найти. То есть, все было. Процесс проходит достаточно в стрессовой обстановке. Но также GoStudy помогает, в принципе. У меня уже был первый экзамен в Карловом университете. И хотелось бы сказать, что это весьма достаточно-таки сложно. Внеучебная деятельность организовывается также активно. Потому что каждый уикенд, в принципе, нас вывозят куда-нибудь в Кунтиевропейское государство. Либо также в горы. Последняя наша поездка была в концентрационный лагерь Терезин. И также был выход на гору Рыжие. В принципе, у меня отличные... Блин. Впечатления. Впечатления, да. Помощь оцениваю процентов на 100 совершенно. Потому что я думала, что нас, в принципе, здесь оставят в свободном плавании. Но, в принципе, все время курируют каждый вопрос. Несомненно, я посоветую. Потому что все-таки сложно обучаться в Европе, когда тебя не курирует вообще ни один человек. А GoStudy, она как средняя школа. В принципе, здесь есть и учителя, которые все время тебя подталкивают куда-то. И также есть организаторы. То же самое, что и завод в школе. То есть вы не будете здесь один.